Если возвращаться чуть-чуть к белорусскому языку, вот, допустим, в белорусском языке очень хорошо то, что сохранилось слово «веды» в качестве знания, плюс в белорусском языке есть целый пласт архаичных слов, очень древних по происхождению, причём древнее индоевропейской общности народов. Вы немного знакомы с историей, лингвистикой? Нет, совсем. Я фармацевт и... Можешь помилуй меня. И ещё диетолог. А, это уже лучше. Так вот, если немного изучать историю хотя бы, то в истории есть упоминание о том, что изначально человечество было единым. Сейчас официально учёные изобрели такой термин, как «митохондриальная Ева» и «митохондриальный Адам», что означает, что даже учёные предполагают не то, что единую какую-то группу, а даже вот единых особей, которые стали некогда прародителем и прототипом для всего нынешнего человечества. Дальше вот те потомки изначальных первых особей были всё-таки в общности. У них был схожий язык или одинаковый язык, который набирал постепенно разные особенности. Ну и у них практически и бытность, и всё было схожим. Но со временем всё это начало рассыпаться. И с расселением, и с некоторыми другими нюансами. В частности, учёным известно такое явление, как ностратическая общность народов. Ностратическая общность народов — это практически все народы Евразии, ну, большинство современных народов, я скажу так. Дальше была индоевропейская общность народов. Индоевропейская общность народов — это также, наверное, самая большая и самая важная на данный момент общность народов, потому что хоть Китай, допустим, и самый заселённый, однако доминирующим языком сейчас является английский, а Индия не менее заселённая фактически. Ну да, она чуть меньше там общего населения, чем Китай, однако плодючесть там не меньше, чем Китай. А индийский язык — это также индоевропейский язык. К индоевропейским языкам принадлежат индоиранские языки. Это индийский, пакистанский, иранский, там всякие вымершие. К индоевропейским языкам принадлежат хеттские языки, принадлежат тахарские языки, принадлежат иллирийские языки, принадлежат кельтские языки, принадлежат италийские языки, принадлежат романские языки, принадлежат германские языки, принадлежат финно-угорские языки, принадлежат балтские языки, и принадлежат славянские языки. И, естественно, что если вы посмотрите, то английский – это один из германских языков. Допустим, французский, там латынь, итальянский, и даже румынский – это романские языки. Там украинский, российский, белорусский, болгарский и ряд других – это славянские языки. То есть, по большому счету, индоевропейские языки – самые распространенные языки нашей планеты. И позднее они рассыпались, и осталась славянская общность народа. Сначала Балта славянская, потом просто славянская. Позднее восточные славяне, ну и позднее Киевская Русь и вот нынешняя Украина. Однако, на протяжении всех этих этапов языки чуть-чуть менялись. Где-нигде, там, сям, так, не так. Однако, закрадывались какие-то изменения в языке. И если изначально слово Боук, вернее, Боук звучало как Бхага, а позднее оно как А стало переозвучиваться в Аум, Оу и так далее. И позднее Боук в славянском языке. И вот все эти формы можно проследить, где источные какие-то языковые формы, где позднее. И для славянских языков характерно именно слово Боук. И отсюда бы название речки Бук, потому что христиане не хотели, чтобы речка называлась словом Боук. То есть, по-древнерусски слово, которое сейчас означает Бога, звучало как Боук. Но христиане решили разделить. Пусть речку называют Бук, а Богом называют только Богом. Но Бог остаётся Богом, то есть неприкосновенность. Ну, то есть, они выбросили звук У для того, чтобы не было схожести. Однако, в белорусском Боги называются Баги. То есть, осталось А, как было в изначальном ещё на стратическом. У белорусов. Да. И это является огромным плюсом, показателем. Вот так же, как слово Веды у них осталось, что там человек в том-то университете или в том-то месте получал те или иные Веды. Значение, что он там получал те или иные знания. Да. И у них остались ряд других корней. Хотя, вот по белорусскому языку я хочу отметить и некоторые очень негативные явления. Допустим, в Суржиковом произношении белорусском фраза «Богам молился» будет звучать как «набигал, моляшися». И если не знать, что имеется в виду, можно подумать, что человек набегал мозоли себе, там, молясь или как-то так. Ну, набигал, оно… Понятно, что бигал, по-нашему это «бегал». А по-ихнему как «набогов молился» произносится как «набигал, моляшися». То есть, наряду с тем, что у них в официальном языке «боги» через «а» пишется, сохранилась изначально архаичная форма. Ну, в Суржиковых вариантах бывают и всякие такие глюки. Допустим, славянское слово «жертва» они заменили там на слово «ахляра», которое вообще звучит просто дико и непонятного происхождения. Образование по-ихнему «адукация», то есть тоже как бы заимствование. Много есть форм языковых, которые являются просто суржиком украинского и российского смеси. Хотя вот если с другой стороны мы подойдём к российскому языку, в нём также много украинизмов, как и в украинском, много российских разных штуков. Допустим, в украинском есть такая возможность говорить «по-за хатою», «по-за ганком», «по-за тыном», «по-за рекою», «по-за лисом». Однако в российском языке так не говорят. Говорят просто «за лесом», «за домом». «По-за домом» никто не скажет. Никто не скажет, да. Однако сохранилась «с-по-за ранку» в российском языке. Как устаревшая, «с-по-за ранку». Да, это уже старики только говорят, а молодёжь сейчас… И здесь смотрите как. Во-первых, «по-за» украинская, во-вторых, «ранку», в российском «нет ранку», в российском «утро». Утро, да. И также форма «по-за вчера», то есть тоже «не завчера». Если бы по современным российским нормам, то надо было бы говорить «за вчера», потому что не говорят же «по-за домом», а говорят «за домом». Значит, «изавчера», но не говорят как бы по-украински «позавчера». Ну, в украинском то, что есть куча российских штуковин, это и так известно. И, кстати, российская пропаганда очень активно это пытается показать, что вот у нас там какие-то штуковины. Но это и не удивительно. Россия долгое время пыталась ассимилировать Украину. То есть вот есть, что касается языков. Польский язык, у них очень много слов, такие же, как в российском или украинском. И причём некоторые формы польского поразительны, но ближе даже к российскому, чем к украинскому. Но это связано отчасти с заимствованием, отчасти тоже с миграцией народов. И это та же особенность, по которой, допустим, у балтов и индусов в языке есть ряд общих тенденций. Потому что получается, что когда народы расселялись, вот есть центр. Из него расселяются туда, расселяются туда, туда, сюда. И они, как бы расселившись, они являются как бы зеркалом своей прародины именно на тот момент, когда они ушли с этой территории. Но позднее в этом же ядре идут дальнейшие какие-то изменения. И уже язык меняется, а вот те, что остались на периферии, те, что ушли раньше, они это сохранили. Поэтому как бы и неудивительно. И, допустим, та же самая Шотландия, вы, может, знаете, как она называется по-шотландски? Сейчас не могу ничего вспомнить и сказать. Она называется Скотланд. Да, Скотланд яд. Ну, это да. Скотланд от того, что ланд как местность. Дойч-ланд это Германия, это Инг-ланд это Англия, ланд местность. А Скотланд это те же, кто из Скиты, те же, кто из Скифы. То есть один из скифских народов, который сохранял на себе этноним Скиты, Скифы. Переселились на территории. Киевские народы. Ну, Скифы. Вы же знаете, такой народ Скифы. Господи ж, помилуй меня, греш, но что же это с веки происходит посреди... Нет, мы ничего этого не учили. Я уже забыла, вы думаете, что такая свежая... Может, тогда зададите вопросы, которые вы хотите. Ну, может, тогда подойдем. Ну, что бы я хотела узнать? Я хотела вот узнать направление, чем вы занимаетесь, как вы молитесь, какие у вас молитвы, какое общение у вас. Будем это все разбирать. Бог, Дух, Святой. Ага. Все, три. Не все, три. Не согласен уже с вами изначально. Ну, не со мной, это так нам нас учили. Давайте тогда мы разберемся по определению. Кто такие боги? Ну, боги это... Боги есть боги. Не, не есть. Боги, которые живут на небесах. Смотрите, вы были фармацептом, да? Да, да. Если вам кто-то скажет, аналгин есть аналгин, это вам не принесет пользы. Вам надо аналгин, это такое-то вещество, плюс такое-то вещество, и получается аналгин, так, Жиш? Нет, там пишется аналгин, это химический состав вот такой-то, 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 а не из того, из чего состоит. И хорошо, аналгин, химический состав такой-то, такой-то. Предназначается тогда-то... Белый сыпучий порошок для вот такого вот вкуса, без запаха, без... Слабоц. Слегка кисловатого... Ну, не важно, мне как бы не надо функции аналгина. Я хочу подвести вас к той мысли, что всему есть своё определение. Определение должно быть абсолютно чёткое, абсолютно научное. Иначе мы можем называть богами, или чертями, или аналгином, что угодно. Можно сказать, вот это аналгин, вот тетрадка, это и есть аналгин. Вот если взять фразу, что аналгин, это и есть аналгин, то чем тетрадка не есть аналгином? Так же ж. Вот так же само, как если боги есть боги, ну тогда кто угодно. Вот, да, у нас на столе бог сидит там. На самом деле так оно и есть. Ну, боги, боги — это святое, это, ну, как сказать... Сейчас вы описываете характеристики боги — это какое, а боги — это кто, может, значит. В ведах приводится чёткая формулировка, что боги — это могущественные существа, находящиеся на качественном превосходстве относительно людей. Да, это очень хорошая характеристика. Также, допустим, боги определяются как более могущественные, обладающие большим объёмом тех или иных материальных благ. И, в принципе, как в английском, так и в славянском языке понятие «бог», «бхага» и «благо», или у них как «год» и «гуд», то есть «бог» и «хорошо», оно всегда было смежным. Потому что боги, ну, как бы ещё ассоциируются отчасти с «белобогом», «богом чистоты» и «блага» и всего такого. Изначально боги — это как светлые, белые, могущественные существа, обладающие материальными благами в огромных количествах. И если подходить данным определениям, которым подходили славяне, которым подходили греки, то, в принципе, получается, что христиане обожествляют не только Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, они обожествляют Марию, потому что Мария, как-никак, у них зовётся «Матерь Божья». Да. «Матерь Божья» — Бога не может родить сыня, естественно. Бога не может родить что-то низкое и неподобающее. Конечно. То есть, если она «Матерь Божья», то она сама, как минимум, богиня там какая-то. Так же ж? Ну, или что-то около того. Ну, как? То есть, если она и не декларируемая богиня, то около того. Небесная заступница, там, Мать Небесная Богородица, Хранительница, Защитительница, Покровительница и вот куча вот этих эпитетов, которые к ней были приделаны. То есть, фактически, её несколько... И с одной стороны, у нас присутствует понятие «Дух Святой», которого почти никто в глаза не видел и не совсем понимает, даже среди христиан, что это такое или кто это такое. А с другой стороны, присутствует Мария, которую все могут изобразить, там, чуть ли не пощупать. Некоторые даже говорят, а вот у нас отпечаток её стопы, а вот у нас там ещё чего-то такое. То есть, Мария, она как бы считается даже более богиней, чем Бог Дух Святой, если разобраться. Хоть это не совсем гласно. Гласно ей титул богиня не даётся. Плюс, смотрите, в христианстве куча представлений о всяких архангелах, недоангелах, переангелах, херувимах, нефилимах и такой просто количестве живности разной небесной. Ангелы, архангелы, серафимы, херувимы. Да, их ещё там куча, ещё власти, ещё там всякие вот эти есть. Там сон мы их. Ещё на христианстве в средние века была такая наука, как ангелология. И ещё было такое, как Папа Римский со своими помощниками спорили относительно того, сколько видов ангелов. Не сколько самих ангелов, а сколько видов ангелов. А что, даже есть виды? Ну, вот вы даже некоторых сами перечислили. А, в смысле ангелы, архангелы, серафимы, херувимы? Ну, ещё там власти туда же идут, так называемые. Ещё там какие-то идут всякие разновидности. Начальство господства. Ну, что с таки? Дальше, смотрите. Если Бог по христианской космогонии на равных противостоит с дьяволом, значит, дьявол как бы является равносильным ему и как бы анти-богом. Потому что если Бог могучий, а дьявол немощный, Бог его должен там как булаху скинуть и всё, и забыть, что такое есть. А получается, они на равных борются. Значит, Бог и дьявол равны. И значит, дьявол является как бы тёмным Богом, как бы чёрно-богом таким, злым антиподом Бога. Так же ж? Идём дальше. Официально, в официальной Библии, там разрешённый патриархатом и таким пархатом, ой, этим, в общем, кем-то там. Ну, неважно. И другим, и третьим, всеми этими штуками разрешённый написано, что и Егова, Бог Израиля, боролся с Баалом, Богом там Хананеев. Получается, что Баал так же есть. Я не видела этого в Библии, Баал. Ну, как бы, там вот эта фраза, что Егова боролся с Баалом есть. При необходимости я могу когда-то, когда у нас будет Библия, это достать, показать. У меня есть всё, симфония, я посмотрю. Какая симфония? Ну, Бог боролся с Баалом. Баал? Да. Я приду, посмотрю сегодня. Это надо по стандартной Библии смотреть. Нет, у меня всё есть. Нужна именно стандартная Библия, не пересказ Библии, ничего такого. У меня всё есть. Ну, хорошо. И смотрите, вот если анализировать фразу, что христианский Бог боролся с Баалом, получается, или он некий несколько параноидальный человек, ну, вернее, существо, которое боролось с тем, кого нету, или же Баал так же есть. А почему вот это первое слово? Христианский Бог. А в смысле... Смотрите, я хочу, чтобы мы сейчас разобрали, сколько Бааловку, или вы это затронули, а потом я перейду к вопросу... Почему он именно христианский, он Бог? Бог... Иудо-христианский Бог. Чуть позже разберёмся. Или можно сейчас, если хотите. Но вообще всё интересно. Смотрите, я сначала хочу, чтобы мы по порядку шли, не перепрыгивая с темы на тему. Для этого я хочу сначала разобраться с христианским якобы единобожием. А потом перейдём к следующей теме. Например, почему христианский Бог и кто такой христианский Бог? Меня интересует, почему... Знаете, какой вопрос? Я просто пришла, села себе дома и думаю, Боже, а почему ты еврей? Боже, то есть, почему... Почему он еврей, непонятно. Разберёмся это. И почему Бог всех евреев? А где же славяне, русские? Будет. Я прошу вас немного успокоить ум и немного идти как раз по тем темам, что мы разбираем. Ну, для того, чтобы просто их излучить. Потому что в той же самой фармацептике, если мешать разные вещества, то не получится лекарство. Да, может взорваться. Да. Если не значит. Вот. Поэтому оттуда мы перепрыгиваем с темы на тему, и получается не то, что надо. Итак, получается, что балл также есть. Ну, если по Библии. Дальше, в Библии есть фраза, ну, заповедь всем известная. Это Бог Баал или это существо какое-то? Бог Баал. А Бог Баал. Значит, два Бога боролась. Да. Дальше. Берём фразу. Первая заповедь, которую Иегова дал Моисею. Он Моисею говорит так. Я Господь Бог твой, и пусть не будет у тебя других богов, кроме меня. Значит, смотрите, если бы он был вообще по-христианству, или хотя бы по своему же миропониманию единственным Богом, то он бы сказал, я вот единственный, таких, как я, больше нет. Поэтому зачем поклоняться какой-то неведомой Филовине, которой на самом-то деле нет. Вот я настоящий, а то всё так. Придумки. Он говорит по-другому. Я Господь Бог твой, и пусть не будет других богов, кроме меня. Это вот, как, допустим, Бышьяну Андрею его жена говорит, что она вот жена его, и пусть не будет у него других женщин, кроме неё. Женщины другие, это есть. Это только для него, чтобы не было других женщин. Ну, понятно. Это не значит, что вообще, что их нет. Чтобы его не окружали другие женщины. И это не значит, что их нет. Так же само и Егова подчеркнул, что он Господь Бог именно над Моисеем. И дальше в Библии многократно уточняется. Бог Исаака, Авраама, Якова, Моисея, еврейского народа. То есть не говорится Бог всех. Он ни разу себя в Библии не называет Бог всех. Это, допустим, уже проповедники. Но он знает своё семя. Да. Моисея, Авраама, Исаака, Якова. Ну и всех этих остальных. Не будем в них ковыряться. Да, не будем. Вопрос в другом. Что он ни разу там не сказал, я Бог всех народов, я там отец всех людей. Там такой фразы и близко нет. Нету, я знаю. Это вот говорили уже разные трактователи. Что вот он Бог типа всех. Что он просто обращался к этим. Ничего подобного. Иисус даже сказал, что я пришёл тех, которые мне дал отец. Да, да. Тех, которые мне дал отец. То есть даже это есть. И косвенно, когда, допустим, ещё Иегова говорит, что еврей может издеваться над гоем, как хочет. Потому что гой хуже собаки, в принципе, по иудаизму. А гои – это все не евреи. Вы второзаконие читали? Надо будет перечитать. Я там такой фразы не помню. Там это не как непосредственно фраза, я сделал выжимку некоторую смысловую. Однако там эта фраза как бы более расплывчатая, но присутствует. Тогда получается Бог только евреев. Так я спрашиваю, что Бог еврей и Авраама, Исаака и Якова. Значит, вот он, это его сын, это его семя, и он над ними... Что, он еврей? Ну, он же сам говорит, какого он... Я твой, ты мой. Да. Значит, он еврей? Конечно. А я спрашиваю... А если еще больше... А я вообще сказала так, Господи, а что же это такое? Почему? Ты так не любишь меня. Почему все евреи, с которыми я училась в классе, самые низкие, они все в Израиле, они все устроены, самые шмаркаты, но они все уехали, они сапожники, они кто угодно. Почему я, не среди меня выбрал... Давайте тогда чуть-чуть разберемся с этим вопросом. В такой ружье. Вспоминаем фразу относительно борьбы Якова с Баалом. Дело в том, что Баал — это древний и могучий бог Велес. Велес? Да. Он же Велес, он же Зевс, он же Сет. Ага, Зевс я знаю, да. Он же, в принципе, в несколько демонизированной форме Вельзебул. Баал-Зебул, то есть Баал — это бык. То есть... Он на данный момент является князем мира сего и хозяином земли фактически. Он также хозяин всех благ на земле. И получается, у евреев как бы один из культов, это как раз культ вот этого быка, Баала-Зебула, или Золотого Тельца. Золотого Тельца, да. И они, поклоняясь ему сознательно или неосознанно, призывают к себе богатство естественное. Все очень просто. Ну, в конце концов, да. Итак, разбираемся с тем, кто такие евреи. Где они взялись, и кто такой его. Или, может, немножко еще по богам разберемся. Не-не-не, все достаточно. По евреям меня интересует. Я выросла среди евреев. Евреев нет. А мы живем на Молдаванке, вонючей. Вонючей страдаем. Получается такая ситуация, что еще, наверное, перед разбирательством, кто такие евреи, я хочу сказать, что я против того, когда к представителям того или иного народа относятся с претензиями к его народу. То есть, я против того, когда, допустим, к тем некоторым россиянам, которые живут на Украине, им говорят, ах, вот, ваше-то там правительство на нас нападает. Хотя бы потому, что многие русские, они служат в украинской армии еще активнее, чем украинцы. Особенно еще те, которые специально с Россией приехали к нам. И есть такое? Есть и такое. Потому что те люди, которые на собственной шкуре познали благо Путина, они лучше умрут, чем сдадутся на такое поругательство. Еще есть... Вы хотите сказать, что у Путина благо? В больших-больших кавычках благо. То есть... Я в интернет зашла, я упала вообще, как Россия живет. Они же бедуют просто. Есть такие уголки, в которых просто нищета. Поэтому же я и говорю, что те, кто на себе в кавычках благо Путина познали, они лучше умрут, чем сдадутся. И на Дальнем Востоке есть один мой друг, который даже в интернете за ставку на скайп ставит украинский флаг. И он считает, что вот та территория, это Украина, она оккупированная. Отчасти это даже имеет под собой правдоподобный смысл. Почему? Потому что, когда Украина была в составе Российской империи, Россия заселяла те новоприобретенные восточные территории. Но также заселение туда шло из Белоруссии, из Украины, из других, даже с Литвы, даже с Польши одно время. Ну, у меня предки приехали из Польши в 1800 году. Ну, так что так. Однако, в принципе, богов множество. Боги – это просто могущественное существо. Почему нам об этом никто не говорит, ни один поведник не говорит? Им это невыгодно. Невыгодно. Почему, вот я шла сюда, не говорят об иерархии? Смотрите, в принципе, для тех, давайте подойдем с другой стороны. в сельском хозяйстве ни одному фермеру не будет выгодно, чтобы вдруг его скотина обрела разум и начала строить свое общество. Ясное дело. Вот, смотрите, вот, допустим, на ферме там живут свиньи, фермер периодически режет, там ест сало, там коровы, которых он дает. Молочко, да. А тут вдруг все они обретут разум, построят свою республику, там все такое. Нет, ну, он же починил это, сказал, ешьте все без исследования. Вот вам то. С этим тоже разберемся. С этим тоже разберемся. С этим тоже разберемся. Однако, получается, что так же и им, вот тем, которые сейчас как скотине относятся к большинству человеческих особей, им выгодно, чтобы эти существа фактически жили как скотина в невежестве, там, вот как этот самый хомячок в колесе, чтобы крутились на своей работе, чтобы там вместо молока те или иные блага давали им, в конце концов, в виде налогов и все. А в конце концов, как забойте, как же свиней, забой солдат на войне, забой там разных других случаев. Поэтому дать вам сейчас знание о том, что есть Боги, о том, что эта жизнь не одна и так далее, и так далее, настолько же им невыгодно, как фермеру взять укол там сыворотки сознания и пойти поколоть всех своих животных, чтобы они стали разумными. Ну, ясно, ясно. Однако, есть веды, и в принципе их от вас тоже никто не скрывает. Допустим, у нас есть куча библиотек в Одессе, официально работающих. А какая имена? Любая. В любую, придя в библиотеку, вы сможете взять хотя бы примитивный словарь по мифологии Древней Греции, по мифологии Древнего Египта и, возможно, даже какие-то книжки по славянской культуре, славянской мифологии. Пусть там не будет всё точно, не будет всё научно, но будут некоторые такие интересные элементы, которые при условии вашей разумности вы дальше сможете использовать на своё благо. поэтому паразиты для того, чтобы при отчёте вышестоящей иерархии, чтобы им не настучали образно говоря по голове очень так качественно, они возможность-то нам развиваться сохраняют. Это всё равно, как представляем, вот есть ферма со скотиной, и в уголке там положат шприц с сывороткой разума. но поскольку скотина является скотиной, то она сама же не понимает, что ей надо взять шприц и куда его уколоть. Так по большому счёту и с современными людьми. Да, они, пользуясь ихными же минусами, доведены до состояния фактически скотины. Но и возможность развиваться никто не убирал. Однако её и не дают. Не дают. Она вот лежит это возможно. То, что я сделала. На полочке пыльется. И хотите, ищите себе. Но для того, чтобы искать, вы уже должны хотя бы прийти к идее того, что искать. А большинство... Не дают. Они, знаете, что говорят? Чужой литературы не читать. Читать только то, что мы даём. Осмысливать то, что вот мы даём на проповедях и всё. Остальное нет. Нельзя. То есть, вот эти продавцы опиума для народа. Да. Ну, как бы... А какая вообще... Зачем их вообще слушать? Так, от них нужно, нужно, как сказать, потом очень долго промывать мозги. Так, а зачем сначала загаживать, чтобы потом промывать? Ну, дело в том, что вы понимаете, что сейчас люди в таких предственных состоя... Сейчас все кинулись строить православие. Адвентисты свою, значит, везде ходят. свидетели Иегова на море всё лето были. Теперь все работают, все очень хорошо работают и все очень хорошо затягивают, чтобы люди попадали в эти сети. и вынадили всё из дому. Вопрос не в том, что они затягивают, вопрос в том, что люди затягиваются. А христианство изначально формировалось как раз как сеть, как ловушка. И даже в Евангелии вложено в фразы Иисуса «Вы были ловцами рыб, а я вас сделаю ловцами душ человеческих». душ человеческих, совершенно верно. Однако вы хоть раз видели, чтобы рыбу из моря вытащили и она такая вся радостная, долгая, счастлива жила, на суше развивалась. Вы такое о себе можете вообще представить? Нет, конечно. Она умирает после того, как ловцы рыбы её вытаскивают. Да. Иисус же, ну вернее, фраза, которая приписана Иисусу, там уже не изменена, что как-то так всё равно, чтобы они жили. А там сохранилось, что как ловили рыбу, которая после этого умирала, так и людей будете ловить. Всё просто ясно. Всё открыто. А то есть так же будете людей ловить и так же они будут умирать, получается? Ну, а где аналогия данная прерывается? Там нигде не указано, что данная аналогия не должна продолжаться. Очень интересная тонкая вещь. Это просто нужно вот эту всю хронологию, как говорится, пронаблюдать, осмыслить и понять. Это же не всем дано. Никто не хочет задумываться. Никто не хочет взять шприц. Тогда ещё возвращаемся в самое начало Библии. Там начало, как якобы Бог начинает творить мир. Да. И вот там тьма, там всё такое, потом там суша, потом там твердь, потом это. Его фраза. И увидел Бог, что это хорошо. То есть, это что он нам говорит? Что он сам не знал, что творит. И такое что-то натворил, натворил, и думает, а, ну хорошо. Ну, ну или как? Вы преподнесли очень интересно. Вы как юморист преподнесли. А, ну хорошо. Не, ну я преподношу. Там сказано так, что он вначале думал, 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 потом он продумал, что это хорошо весьма, потом он сказал, и Дух Святой, Теретья, Личность Божества начала это творить. Но однако, там после каждого акта творения указано, видел Бог, что это хорошо. Есть там такое? Я перечитаю. Я давно не читала. Перечитать надо. То есть, допустим, если бы он хорошо подумал, то, допустим, что, он бы изначально уже как-то понимал, как оно будет. А так получается... То есть, заранее он же конечный результат знал. Ну да. Ну так нам там всем так и говорили, что вот семя и вот лес. Бог уже знал, какие вы будете. Однако Библия этому же противоречит. Там сказано, что он только после творения увидел, что это хорошо. Я сегодня приду это перечитаю. Не, ну там не указано, вот как я это. Но там все равно сказано, и увидел Бог, что это хорошо. Каким вы не сказали. Я это просто преподношу не с той точки зрения, когда вам там какой-то христианский товарищ сказал, вот, читайте Библию, молитесь на Бога, молитесь на Бога. Вот только молитесь, голову не поднимайте, об пол бейте, свечку ставьте. Ну, где как? Где свечки ставят, что у птица не ставят? Однако все равно они как бы вас по определенной колее хотят направить, и чтобы вы не мыслили, а чтобы получили то, что вот они вам дают. Вот это вы сказали сто процентов верно. Ну, а как по-другому? Они же это так все делают. А если им начали задавать какие-то свободные вопросы, то до сих пор этого не понял. Люди по 20, по 30 лет сидят и говорят, иди сюда. А я линей. Соболезные. Но если им задать какие-то неудобные вопросы, они очень сильно потеряют вас интерес. Если вы им изо дня в день будете задавать неудобные вопросы, они просто скажут, что вы какая-то там злая такая вот сущность. А их не учат, их не развивают. Они духовного знания... Нужно пересказать то, что им сказали. Все правильно. А если чуть шаг вперед, шаг назад, все, ересь, страх, кошмар, ужас. Дьяволы прыгают, демоны там скачут, и проповедники их накоткудачат. Да, да, да. И так далее. А еще и хуже в фразах? Ну, мне это неинтересно все. Возвращаемся к началу Библии. Вот он там натворил то и сё, и то и другое. И натворил зверюшек всяких. И там сказано, что создал людей и сказал им плодитесь и размножайтесь. По образу подобию своему. Да. И населяйте землю и так далее, и так далее. Помните это дело? Да, конечно. Как дальше происходит ситуация? Дальше происходит ситуация, что и создал Бог мужчину там, и потом... Усыпил его, вынул Элибро и сотворил из него Еву. Да. И подвел и сказал, вот это твоя. Само так. Однако, в иудейских текстах не все так просто. Вы знаете, что Библия, вернее, пятикнижья, это является на наши языки переведенной Торой. Тора, да. Еврейской книжей. Да, да. Если учитывать то, что написано в Торе, то есть две разницы. Первая, вот это все видели, что хорошо, и все остальное не Бог, а Элохим. А дальше творил уже Егова. Вот то, что там мужчин, вернее, из ребра женщин, вот это Егова творил. Нам говорят, что Элохим и Егова это, в принципе, один и тот же, просто разные его имена. Вот как там Господь, Разные ипостаси. Да. Все мы знаем, что это один и тот же. Вот так людям говорят, и они считают, что знают, что один и тот же. Да. Так как у Марии триста икон, и разные ипостаси. Да. А так и разные ипостаси, то есть, в общем-то, Бог один. То есть, ипостаси, Элохим, Эль-Шадай, Адонай, Иегова, Иегова Ниси. Однако, все-таки вернемся к фактам. А факт следующий. Элох, или Эл, Ал, Аллах, по-семитски, это Бог. Корень им, корень множества. Таким путем, Элохим, это Боги, если на наш язык переводить. Элоим. Элоим, или Элохим, если влижнее к их нам языку транскрипции. Элохим, это Бог, которого много, или Боги, которых много. Это не Бог один, а как раз Богов, которых много. И дальше, перечитывая Библию, перечитайте факт с изгнанием Адама из рая. Там как описано, что Иегова, значит, увидел этот факт, и его это там слишком насторожило, и он такой, о, это что, Адам теперь, будет знать добро и зло, он хочет стать таким, как мы, соберемся сейчас на совет и будем решать, что с ним делать. Помните данную историю? Да, да, да. Если Бог один, с кем он советовался? С ангелами? Тогда он такой же, как ангелы? Или как? Там ясно сказано, Адам хочет стать таким же, как мы. Значит, Бог, вот это... В множественном числе. Боги. Да, значит, он предполагает наличие еще таких же, как он, существ, которых он обозначает фразой мы. Мы, да. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть много там таких нюансов. Даже в изначальной Библии ни о каком единстве Бога и единственности Бога не идет речь. Если возьмем ранние апокрифы, то, допустим, ситуация с тем, когда проклинать Каина, проклинал Каина и Егова, а благословлял его потом, чтобы каждому, кто его убьет, отомстилось намного сильнее. Семьдесят раз на семь. Это делал уже... Семь раз на семь. Это делал уже Самаэль. Кто? Самаэль. Самаэль? Да. Я вам позже покажу тайную книгу Иоанна. Тайная книга Иоанна как раз описывает все это дело. Сейчас же я хочу вам коротко дать некоторые пазлы для осмысления, которые вы сможете осмыслять как вместе с тайной книгой Иоанна, так и, в принципе, отдельно от нее, используя свои источники. Идем дальше. В общем, получается так, что по еврейским апокрифам также есть данные о том, что у Адама была первая жена, Лилит, которая была создана как... Вот именно... Из ребра? Нет. Как именно изначально создана. То есть не из ребра, как и Адам. Да. Но Лилит и Адам очень сильно поцапались, потому что как... Иегова вместе с Самаэлем, вернее, Самаэль был как научным ученым, который все это разрабатывал, а Иегова – это как просто менеджер, который над этим ученым там господствовал. Ну вот мне кажется, что нас просто всех зачали, посводили, а потом родители пораспадались, что нас просто как... Нас держат в контроле, нас просто как выращивают вот... Высшие силы специально нас вот создают. Только нам здесь развитие дальше не дают. Дают тем, кто берет. Однако, возвращаемся к истории. Получается, изначально, когда творились вот эти тела, туда засовывались души ангелов. Ну а кого туда засунуть? Ну пишется так, что Бог вдохнул Духом Святым. Это по Библии. Я сейчас говорю еще за апокрифы, которые детально описывают процесс творения. Процесс творения. А там конкретно, что были взяты ангелы второго неба. То есть там даже получается градация такого неба, сякого нет, еще какого-то неба. Были взяты ангелы второго неба. Ну три неба всего лишь, по-моему. И засунуты в тела, которые были созданы. За научную часть отвечал гений Самоэль за административную и Егова. Но им была сохранена память. И они помнили, что они оба, в принципе, ангелы. И тогда между Адамом и Лилит возник конфликт, кто будет кому подчиняться. Потому что, как бы, если по идее мужа и жены, то жена должна подчиняться мужу. Однако они помнят, что они ангелы, они равны, в принципе. Поэтому позднее Лилит забрал Самоэль себе. И там дальше она была влагалищем общественного употребления, которым пользовался и Самоэль, и Егова, и еще некоторые из их банды. Адаму... Адаму... То есть, она рожала? Рожала. Или просто... Рожала, рожала. Там произошли Айшмы, произошел там еще один злобный товарищ. Все это также описано. В этих книгах? В апокрифах, да. В апокрифах. Допустим, описано происхождение двух демонов Айшмав. Это демоны похоти и деградации. Страшные зверюки вообще. Даже видом своим страшные, что Божий помилуй. Однако, позднее Адама усыпили, взяли с него генетический материал для планирования. Там, получается, изменив хромосомы, сделали, что это возникла женщина. Давили туда уже ангела более низшего уровня. И обоим им стерли память. Чтобы они не помнили, кто они. И уже посадили их в сад, и уже такие там, типа, вот это ешьте, вот то не ешьте, а вот то съедите вам будет Кузькина. Но вот где-то вот вы рассказали это в словесном, облекли вот это всё в словесное понимание, да? А я где-то это, как сказать, на уровне сознания, я поняла, что нас сотворили вот так вот. Отворили ангелы. Хочу с этим не согласиться. Не нас это сотворили. Не нас? Совсем не нас. Не Адама, не Еву, не Адама. Адама и Еву, но не нас. А мы откуда тогда? Разберёмся это. В тайной книге Иоанна. То есть, допустим, между тем, как была тайная вечерь, и Иисус пошёл в сад, когда он уже переоделся и был готовить в сад, к нему подошёл Иоанн. И говорит, не понимаю, а вот почему Иогову этого никак не уберут? Ведь он же шкодит-шкодит. Ну, чего ж Боги его не уберут наконец-то? И Иисус говорит, ну, пока мы ещё даём Иогове проявиться, чтобы он как можно больше пакостей надел, чтобы его гадостность была более очевидная. Это имели в виду Иуду из Кариота? Нет, и Иогову. И Иогову Бога? Ну да. Ну, а кто же в роли Иогова? Обычная Иогова. Вы понимаете, что Иисус объяснял Иоанну разные нюансы? В частности, в Библии есть фраза, когда он обращается к фарисеям, он говорит, ваш отец дьявол, он лжец, и отец лжи, и человека убийца изначальный. И вы хотите не делать волю Божью, а исполнять то, что дьявол вам отец ваш оставил. А дьявол это нам перевели. А там имелось в виду как раз и Иогова. Бог лжи, и вот как раз Бог Авраама и Исаака и Иакова, их прародителей, их отец небесный. Это прародители, Бог... Евреев там вот этих всех, да. Так, а почему же они тогда все такие богатые и все... Разберёмся ещё с этим. И все брешут. Иисус... На нас в воде делают. Потому что он отец лжи, и он их отец. Слова Иисуса. Ваш отец там лжи от человека убийца. И Иеговы. То есть, детей Иеговы, да. Отец еврейский. Да. А Иисус получается, что... Иисус проповедовал не поклонение Иегове. Хорошо. А как он вообще взялся? Разберёмся с этим. Давайте, это слишком много. Давайте уже с происхождением евреев разберёмся. А он вообще пришёл со мной совершенно другое обсуждать. То есть, как бы, давайте не будем слишком много затрагивать, чтобы не размазать это. Да, да. Так вот, получается, что Иисус призывал поклоняться не Иегове. Он призывал поклоняться Саваоту. Саваот это... Саваоф. Сейчас это транскрибировали как Саваот, Саваоф, Саваоф. Однако, это происходит от древнеиндоевропейского корня Сайват, что аналогично нашему слову Сяева или Свет. Оно же аналогично индусскому имени Шива, оно же аналогично древнехедскому имени Всевышнего Сиват. Оно же позднее вошло в германские языки как Тиус, Теус, от чего, в принципе, и Бог. И оно же происходит от того же корня Сау, от которого происходит слово, там, Слава, от которого происходит Солнце и много других солнечно-светлых слов. Наша Сяева, Сияния, да. То есть, получается, Иисус не призывал поклоняться Егове. Это самый большой миф, который не подтвержден никакими фактами. Это просто, вот они, перетасовывая понятия, переводя не так, не сяк, сейчас вот эти же свидетели Еговы говорят, что Иисус там сын Еговы, там все такое. Библией, апокрифами, это никак не подтверждается. Есть куча текстов в апокриф, где Иисус конкретно говорит, что Егова это злобная такая зверюшка очень страшная и что осторожно, опасно, буквально. Так они все затягивают, все лето затягивали. Но затягивали и затягивали. Сейчас есть тысячу лет затягивали. Смотрите, сейчас есть такой ученый, он уже старенький, правда, может даже уже умер, я, правда, это точно не уверен. Однако, зовут его Эрик фон Деникин, если вы общаетесь с интернетом. Я несколько раз зашла, две ночи просидела и сказала, все, с меня хватит. Хотел бы вам посоветовать повторить подвиг и вести такой запрос Эрик фон Деникин. Эрик фон Деникин? Деникин. Деникин. Можете, чтобы лучше запомнить, сделать себе аналогию как Деникин, фактически. Запишите Эрик фон Деникин. Интернет поймет. Можно записать, или не нужно? Можно, да? Только нет на чем. Моя записная книжка, это телефон. Что страшно? Чего что-то найдем. Карандаш. Я записываю. Так вот, Эрик фон Деникин учился изначально в христианской штуковине, изучал Библию по углубленному курсу. И он пришел к абсолютному отторжению христианства после того, как прочитал все вот эти истории. Он пришел к такому выводу, что если Бог является настоящим Богом, вот тот Бог, который у нас в понимании должен быть Богом, всемогущее, высшее существо, абсолютный господин всей реальности, творец и так далее. Эрик фон Деникин. Кен. Кен. Факт из исхода, где описано, что когда евреи шли по пустыне, то Егова пребывал с ними. Днем в столбе дымном, ночью в столбе огненном. Помните это дело? У меня даже картинка есть. У меня даже все это есть. А взлет ракеты помните? Об этом нет. Даже в первый раз слышу об этом. Вот как Юрий Гагарин на ракете взлетал, помните? Столб огненный, если это ночь. А если это день, столб дымный. Да. По Библии именно в таких столбах и летал Егова. В Библии даже приводится название его корабля. Он назывался Кава. Вот если читать на еврейском языке, то там описано, что конкретно корабль Егова назывался Кавад. То есть и это описано. И Эрих фон Деникин говорит так. Если, ну как, он вообще, ну не бог это, просто инопланетянин. И Эрих фон Деникин, допустим, описывал, как к там пророкам являлись якобы божественные сущности. На основании Библии Джосеф Блумбрих, тот, что в НАСА работает, даже запатентовал несколько видов ракетных технологий. Потому что он просто с Библии это списывал и рисовал это уже в виде чертежа, как это должно выглядеть. Джосеф Блумбрих конкретно это всё описывал. я знаю, что есть такие люди, учёные, которые, Эйнштейн, кстати, и многие учёные, другие, которые просто считывали, и приходило такое озарение, и люди просто делали открытие. конкретное. Я сейчас не за озарение, а за то, что вот когда учёные с технической, не с вот этой вот больной на голову, фанатичной, нормально, не с вот этой фанатичной точки зрения, когда Богу помолимся, Богу помолимся, 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 побоимся Его и так дальше, как нам хотят это внушить. А когда учёные как раз с научной разумной точки подходили к Библии, они понимали, что в Библии описаны технические устройства. Чертёж храма это просто был сделан ангар для того, чтобы вот эта штука, на которой летал Его Вакават, могла приземляться. И смотрите. Этого в интернете нигде нет. Есть. Труды Эриха фон Деникина. Эриха фон Деникина. Эриха фон Деникин. Можете взять его труды «Колесницы богов». Он как раз вот прямо на эту тему и говорит. Захария Ситчин туда же. Дальше ещё там, где уже телевизионщики Ситчин. Да. проект телевизионщиков, которые собрали ряд вот таких полуспорных научных данных называется «Античные пришельцы» или «Пришельцы древности». Ну, на английском «Антик Эллиенс». «Пришельцы древности» только надо на английском набирать, да? Да чего, набираете, хоть на таком. Просто получается, что в разных местах они то переводят как древние пришельцы, то как античные пришельцы. А на английском там подписано «Антик Эллиенс», что даёт и такую, и другую возможность. Хорошо, открывая Эллисову книгу мы можем найти фразу, что и даже слово полку Игореве, которое в принципе многим на слуху есть, однако они не читали о чём оно написано. Там сказано, что мы есть дети богов, дети Перуна, дети Истанбога, дети Ляха, дети Крака, дети Крия, дети Хорса, дети многих других богов и даже Божьи внуки. Хорошо, откуда мы взялись, кто нас рожал? Хорошо, расскажу. Что, одна Ева? Не одна Ева, и вообще не Ева. Ева рожала только демонов. Не понимаете? Я поняла, я поняла. И причём Ева вот рожала прототипы еврейского народа, а Лилит рожала конкретных тварей. В смысле тварей просто? Демонов, страшных, рогатых, хвостатых, зубатых, клыкатых, вот таких вот выродков. Потому что Лилит, если вы, допустим, у христианских каких-то спросите знатоков, даже в рамках христианства Лилит считается злобным демоном. По их преданиям, Лилит, допустим, может младенца убивать, потому что Лилит завидовала Еве, получается, что Лилит не родила ни одну достойную сущность. У неё всё одни выродки какие-то. Получается, что Лилит генетически творилась как дублика, ну вернее, как пара Адаму, а вступали с ней половые отношения другие существа. Вступал Самоэль, вступал тот же Егова, и получается от вот этого несогласованности у неё рождались твари.